Всем привет! В этом видео речь пойдет об вот этом вот популярнейшем датчике от компании Xiaomi. Это Xiaomi Mi Thermometer 2. Это датчик с экранчиком, который показывает температуру и влажность, и общается он с умным домом по Bluetooth. Ну и так как он общается по Bluetooth, то были варианты подключения напрямую, например, к Raspberry Pi. У него встроен Bluetooth и с установленным Home Assistant. Либо же можно было использовать какой-нибудь вот такой ESP32. У него тоже есть Bluetooth, и ESP32 программируется так, что получает данные с этого датчика и уже отправляет их в Home Assistant. В этом датчике используется микроконтроллер от компании T-Link. И оказалось, что этот микроконтроллер умеет работать не только в диапазоне Bluetooth, но еще и умеет с протоколом ZigBee работать. И энтузиасты данный датчик перепрограммировали и научили его отправлять данные по ZigBee. Ну и естественно, это навело много шуму. Сразу начали все скупать эти датчики, перепрошивать на ZigBee. У многих возникли разные проблемы. Потом обращались и ко мне, и ко всем, в принципе, что кто-то не может прошить, кто-то не может еще что-то сделать. И вот я, в принципе, по просьбам делаю как можно скорее видео о том, как прошить данный датчик из Bluetooth в ZigBee. Ну, в общем, показываю. Значит, вот страничка данной прошивки, которая превращает этот термометр в ZigBee. Значит, что нам здесь нужно? Здесь нам нужна прошивка. Вот здесь их можно посмотреть. Значит, здесь обновляются они периодически. И вот последняя прошивка 4 дня назад была. Это 1.0.1. Нам нужно скачать здесь вот эту прошивку и вот эту прошивку. Одна прошивка промежуточная, которая ATC называется. Вторая, это уже которая научит работать в ZigBee. Далее, нам нужно перейти вот по этой ссылке. Это у нас откроется страничка для подключения к датчику по Bluetooth. И также на этой страничке мы будем его прошивать. Собственно, прошивка как здесь происходит. Сначала мы накатываем промежуточную прошивку. А далее на эту промежуточную прошивку мы уже накатываем прошивку, которая учит данный термометр работать по ZigBee протоколу. И вот здесь это как раз описано. Вот эта вот прошивка, она промежуточная. А вот потом вторым шагом заливается уже постоянная прошивка. После прошивки устройство сразу в режиме сопряжения у нас будет. Но если этого не произойдет, то чтобы ввести устройство в режим сопряжения, нужно два контакта Reset и Землю замкнуть на 3 секунды. Тогда устройство перейдет в режим сопряжения еще раз. Ну и для того, чтобы в ZigBee 2.mctt добавить данный датчик, нам нужно еще установить конвертер. Чтобы это сделать, вот есть здесь в папочке Converters вот такой вот конвертер с разрешением .js. Вот нужно вот это содержимое и вообще этот файлик создать непосредственно в файловой системе Home Assistant. Но обо всем по порядку. Значит, сначала мы переходим в прошивку. Скачиваем две эти прошивки, которые я вам сказал. Значит, скачиваем прошивку раз. И скачиваем прошивку два. Далее переходим на страничку перепрошивки. Значит, здесь нам нужно включить сначала Bluetooth на устройстве. У меня это ноутбук. У него есть встроенный Bluetooth. Поэтому включаем его. В поиске пишу Bluetooth. Открываю и включаю. Все. Теперь нажимаю на кнопочку Connect. И здесь у меня начинают искать все Bluetooth устройства. Мне нужен как раз таки Xiaomi-шный датчик. Он ищется по MAC-адресу. Чтобы узнать MAC-адрес конкретно моего датчика, удобнее всего это посмотреть в Home Assistant. Здесь зайти в интеграции. В Bluetooth BLM устройства. И здесь я буду перепрошивать тот датчик, который у меня находится на балконе. Он так и называется. И вот в нем, если нажать, например, на температуру показаний или на влажность, в атрибутах будет как раз MAC-адрес устройства. Вот он. Нам нужны последние четыре цифры. Ну, четыре символа. Там буквы и цифры. Просто делаю скриншот, чтобы не напоминать это. И теперь в поиске программатора буду искать это устройство. Оно у меня уже с прошивкой ATC, поэтому MAC-адрес у меня будет следующий ATC и четыре последних цифры MAC-адреса. Ну, если у вас стандартная прошивка, то, в принципе, также по MAC-адресу все это найдется. Итак, выбрали устройство. Видим, это устройство выбрано. И теперь, смотрите, нам нужно немножко подождать, чтобы коннект произошел с устройством. После того, как это произойдет, здесь мы сразу увидим модель устройства, версию хардварную прошивки у меня, это 1.4, и версию софтварную. Вот обратите внимание на хардварную версию. 1.4. Дело в том, что у кого 1.5 версия, то бывает такое, что когда они прошиваются на Zigbee прошивку, он окирпичивается, это устройство. Поэтому имейте это в виду, и обязательно на это обращайте внимание. Ну, вроде в версии 1.0.1 прошивки это исправили. Но надо проверять. Итак, выбираем дальше прошивку, ну и нажимаем Start Flashing. И у нас вот пошла перепрошивка самого устройства. Сейчас выбрана промежуточная прошивка ATC OTA 40000. Мы ее сейчас загружаем в микроконтроллер, потом снова к нему подключаемся, к блютусному датчику. И после этого будем уже загружать еще одну прошивку. Уже непосредственно прошивку, которая научит наш датчик работать в Zigbee. Так, ну, после того, как устройство перепрошилось, я заново к нему подключился, видим, софтвар-версия немножко отличается. То есть она стала 4.4. Это вот значит, что мы промежуточную прошивку загрузили корректно, и она уже на ней работает, устройство. Следующим шагом, перед тем, как загружать прошивку, которая будет работать в Zigbee, давайте сейчас создадим конвертер, который будет в Zigbee2mqtt работать. Заходим в папочку Zigbee2mqtt через File Editor. Здесь создаем файлик. Значит, заходим в Converters. И вот копируем имя этого файла. И с таким именем мы сейчас будем создавать файл в папочке Zigbee2mqtt на сервере Home Assistant. Значит, вписываем, нажимаем ОК. Все, файл создан. Теперь этот файл открываем в File Editor. И сюда нам нужно это содержимое файла с GitHub скопировать и вставить. Значит, берем все это дело, копируем. И туда вставляем. Все, сохраняем файлик. Теперь опять копируем имя этого файла. Заходим уже в этой папочке Zigbee2mqtt но в файл Configuration.yaml и здесь в External Components добавим новый компонент, который будет начинаться с Defice и будет у него название то, что файла, который мы только что создали. Вот таким вот образом. И тоже сохраняем все это дело. И все. Теперь нам нужно перезагрузить сам Home Assistant, чтобы данные эти вступили в силу. И после этого Zigbee2mqtt будет знать про этот датчик. И таким образом мы добавили тот самый конвертер, который у многих не получается добавить и они не понимают, как это сделать, чтобы Zigbee2mqtt научился работать с этим датчиком. После добавления компонента мы теперь переходим опять на страничку с прошивкой. Выбираем здесь прошивку, которая научит наш датчик работать в Zigbee. Дожидаемся окончания прошивки и можем начинать в Zigbee2mqtt его добавлять после прошивки. Все, прошивка закончилась у нас. Во время прошивки датчик показывает вот такие три черточки на экране. Ну и после прошивки он также показывает температуру, влажность. Все как с обычным датчиком. Но теперь, вот смотрите, в Zigbee2mqtt я разрешаю добавление новых устройств. И нужно подождать некоторое время и датчик сам подключится к Zigbee2mqtt. Вот у меня сейчас промарнуло все и вот он начинает добавляться. Но у меня конвертер сразу не применился. Не знаю по какой причине, я как-то его не догрузил. В итоге он пишет, что устройство не поддерживается. Но это ничего страшного. Я как раз вам сейчас покажу, как устройство заново ввести в режим сопряжения устройства. Потому что после добавления, естественно, в режиме сопряжения уже сам датчик у нас не будет находиться. Ну вот, теперь, значит, этот датчик удаляем. Он у нас типа не поддерживается. Чтобы удалить, ну просто нажимаем на кнопочку удаления. Удалить. Все, устройство удалилось. Но сам датчик у нас не в режиме сопряжения сейчас. И если я разрешу новые подключения, то можно сколько угодно ждать. Xiaomi датчик сейчас не добавится. Чтобы он добавился, вот сзади, где батарейка, есть два пина. Если присмотреться, они здесь подписаны. Один земля, второй ресет. И вот эти два пина нам нужно замкнуть на 3-5 секунд. И устройство войдет в режим сопряжения. Я это буду делать. У меня есть вот провода. Я могу проводами замкнуть. Либо же вот так вот пинцетом. Чтобы было как бы удобней. Так как у вас вряд ли есть провода. Пинцетом я не додержал. И устройство в режим сопряжения не вошло. Поэтому нужно сделать это еще раз. То есть берем пинцет. И еще раз замыкаем контакты. Только уже на подольше. Вот поэтому я и говорю, что нужно где-то примерно 3-5 секунд держать. Потому что 3 секунды не факт, что мы посчитаем. Чем дольше, тем лучше. Поэтому где-то 5 секунд точно надо держать. Вот так вот держим. После этого отпускаем. И устройство сейчас добавится заново. И собственно, если сейчас прокрутить, то видим, что устройство начинает добавляться. То есть происходит интервью устройства. Ну и вот. В ZigBit UMCTM датчик выглядит следующим образом. Он уже подтягивает картинку. Пишет, что это за модель. Какое имя у него. Ну и в принципе просто он пишет, что он поддерживается. Все данные у нас здесь имеются. Это также показывает уровень заряда батареи. Если перейти во вкладке свойства, то здесь как раз мы видим температуру, влажность в процентах, уровень заряда батареи и уровень сигнала. Но по умолчанию стоит здесь так, что данные отправляться будут раз в час. Это, согласитесь, долго. Поэтому заходим сразу во вкладку отчеты. И вот здесь к показаниям есть минимальные значения и максимальные значения передачи. И вот для температуры и влажности максимальный интервал стоял 3600. А для уровня заряда батареи вообще стоял 42000. То есть это, наверное, полсуток или даже сутки данные. И вот здесь, если вы хотите почаще данные получать, нужно изменить значение. Я вот поставил 60 секунд, чтобы раз в 60 секунд данные поступали. Но это мне нужно было для того, чтобы я быстрее изменение температуры улавливал. Ну и вам на графике, естественно, это все дело показал. В общем, после изменения здесь интервалов мы нажимаем на кнопочку «Применить». И тогда данные применяются. Ну а теперь давайте я на главный экран вывел показания этих датчиков. Значит, называется у меня «Балкон Xiaomi температура», «Балкон Xiaomi влажность», ну и так далее. Значит, «Балкон Xiaomi» называется «Датчик». И вот вы видите, что показания в течение у меня вот часа сначала шли ровно. Это вот потому, что интервал был раз в час. Но потом я изменил его раз в минуту. И вот данные уже так более понятно стали изменяться. И какая-никакая шкала у нас начала появляться. А вот данные влажности я не изменял. И вот и получается, когда я датчик ребутил или какие-то применял настройки, то он обновлял влажность. А потом снова замирал, и шкала была ровная. Но теперь немножко поговорим о батарее. Как видите, у меня батарея после прошивки еще даже немножко выросла в процентном соотношении. Дело в том, что с этой прошивкой многие говорят, что батарея гораздо сильнее стала расходоваться, чем была на Bluetooth. Поэтому имейте это в виду. Я это подтвердить пока не могу, я провернуть, потому что датчик только что обновил, и он у меня проработал только один час. Но есть такая вероятность, что пока в данной прошивке сырой очень сильно расходуется батарея. Все это мы можем понять только экспериментальным путем, поэтому я уверять пока не могу на 100%, но вроде как батарея сильнее начала расходоваться. Ну и в итоге, если вам не понравилась прошивка и сильно ест батарею, хотите вернуться обратно, то, естественно, я вам сейчас покажу, как перепрошиться обратно. Bluetooth же сейчас не работает на датчике, поэтому тут нужно через программатор перепрошиваться. Давайте покажу, как. В общем, датчик нужно разобрать, вот так, как я сделал, и напаять три провода. У меня здесь больше трех проводов, поэтому показываю. Значит, нужно напаять красный провод, это будет плюс черный провод земля, и к проводу P14, к контакту, точнее, P14, еще один провод напаять, это будет провод TX. Ну и чтобы лишними проводами вас не отвлекать, я нашел вот такую еще схему распайки. Вот как раз здесь подписано, где какой провод подключать. То есть 3,3 вольта напаять, землю напаять, и к P14 контакту тоже напаять проводок. После того, как напаяли провода, вытаскиваем батарею, подключаем три провода от USB TTL конвертера, это мы им будем сейчас прошиваться. Я взял вот такой, значит, подключил один провод к 3,3 вольтам, второй к земле, третий провод я подключил RX к TX, то есть RX от программатора USB TTL я подключил к TX, самого датчика, собственно, который провод вам показал. USB TTL конвертер любой подойдет, вот у меня их несколько, сейчас вы видите на экране, в принципе, не важно. Итак, подключились, обязательно батарейка должна быть вытащена, и теперь смотрите, как только я вставляю в USB, подается питание на датчик, и, собственно, он включается, и без батарейки, и работает корректно. Все, нам этого достаточно. Так, ну а дальше, на страничке GitHub есть ссылочка на страницу с программатором, это SVS UART называется, первую ссылочку открываем, вот так вот она выглядит, значит, что нам здесь нужно. После того, как мы вставили USB TTL конвертер в USB, заходим в диспетчер устройства, и смотрим, каким номером компорта он определился. У меня это 8-й компорт, выбираем теперь здесь 8-й компорт, подключаемся, скорость и секунды оставляем без изменений. После подключения нажимаем кнопочку RS All Flash, это мы сейчас стираем все во флеш памяти. После этого нажимаем Soft Reset MCU, тоже у нас очистка сейчас произойдет, и после этого выбираем новую прошивку, которую мы хотим загрузить. Выбираем ее здесь, у меня это будет, я скачал другую прошивку, но можно и промежуточную загрузить, которая уже была скачана, в принципе, не имеет значения. Я же хочу загрузить последнюю кастомную прошивку, я ее взял от странички проекта, вот отсюда, и здесь есть прям ссылочка, если по ветке полазить, есть ссылочка на последние прошивки. И вот непосредственно я отсюда взял последнюю прошивку. Вот здесь я ее скачал, и теперь возвращаемся к страничке программатора, выбрал эту прошивку, ну и нажимаем загрузить ее. После этого происходит загрузка через как раз таки USB TTL конвертер по проводам, нам нужно дождаться окончания загрузки, и в принципе все, мы вернули прошивку, так мы можем вернуть любую. И не важно, то что у нас было раньше ZigBee, да, Bluetooth перестал работать, но таким образом мы все равно можем откатиться всегда. И в принципе, даже если вы окирпичили свое устройство, то есть у вас не показывает ни дисплей, ничего, Bluetooth не работает, то таким образом вы все равно можете откатить и восстановить прошивку, которую хотите. Я не думал, что у людей столько будет проблем с этим. Ну вот схема подключения, то есть вот берем вот эти три провода, 3,3 вольта землю и пин P14, его мы подключаем к RX пину USB TTL конвертера. Имейте в виду, именно к RX, не к TX, а к RX, это очень важно. И все, после этого все должно прошиться корректно. Так, ну на этом видео подходит к концу, значит, еще раз, смотрите, я перепрошился, у меня теперь кастомная прошивка, как видите, у меня уровень заряда батареи показывает, мерцает. Это вот как раз сигнализирует о том, что кастомная прошивка установлена, потому что в ZigBeech на прошивке так делать нельзя, как я понял. Так, ну, датчик этот очень крутой, там столько прошивок на него, столько всяких вещей можно делать и время на нем выводить. И геркончики какие-то подключать, и релюшкой можно даже с него управлять, как термостат его сделать. И тут еще оказывается, что он всегда мог работать по протоколу ZigBeech, только это было заблочено. Я уверен, что ребята поправят именно эту проблему с разрядом батареи, ну, они головастые, поправят сто пудов. Возможно, уже она не разряжается так, потому что у меня вот за два часа в принципе батарея только наоборот увеличилась, не уменьшилась. Нужно тестить. Надеюсь, после этого видео у вас не возникнет проблем на перевод в ZigBee, на возврат в ZigBee, если вам не понравится. В принципе, все исчерпывающе. Я еще напишу у себя на сайте статейку по этому поводу со всеми ссылочками, чтобы поудобнее было вам переходить и перепрошиваться. И схему подключения тоже там, наверное, оставлю к USB-TTL конвертеру. Ну и по традиции, пишите в комментариях, что вы думаете про этот датчик, понравилась вам такая идея ZigBee или нет. Далее поагетирую вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании под видео. Но на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.